ребят всем привет сегодня будет заточка на обновленной системе профиль k03 pro сегодня мы произведем заточку ножа от сергея бондаря модель называется hunter сделана она из стали х12мф тсо 61 единица порог его рукоятку у нас сделано с увели ореха бивень мамонта точить будем в тот же самый угол попадая в подвод в обновленной системе заточки изменился речный подъемник в центре у нас имеется стальная рейка которая имеет зубчатое зацепление пару латунь сталь обеспечивает мягкий ход вследствие чего можно выставить более точный угол заточки на корпусе у нас нанесена гравировка но в серийных образцах возможно гравировка немножко изменится на данный момент у меня сейчас предсерийный образец оси увеличенного угла стала пользоваться еще удобнее мы перенесли винт барашек на боковую сторону этот винт барашек можно установить как с правой так и с левой стороны в зависимости от того как вам удобнее пользоваться виды изменился и вид шарнирного узла в составе устройства уже идет интегрированный электронный угол мер оксигуб который устанавливается на стальную штангу которая собирается из двух половин и соединяется при помощи соединительные муфты и винта барашка соединение здесь очень точное и во время с точки не раскручивается мы ушли от обычного корпуса сейчас у нас будет продаваться только корпус эксперт с увеличенным углом и а максимальный угол у которого в данный момент составляет аж 39 градусов на сторону или почти что 80 градусов общих в держатель и абразивы мы ушли от пластины можно зажимать сейчас как длинные камни так и короткие перемещая дальний неподвижный упор а за счет того что у нас камень прилегает плотно к штанге он будет надежно зафиксирован сейчас приступим к калибровке самого устройства акси клуб напомню то что калибровка требуется только перед началом заточки и в том случае если у вас точилка перемещалась к примеру со стола на стол то есть меняла свою плоскость зажимаем длинную калибровочную пластину которая предназначена для зажатия в губке она должна быть зажата без вылета далее берем длинную калибровочную пластину которая предназначена для корпуса к 03 эксперт мы опускаем речный подъемник максимально вниз приподнимаем шарнирный узел на высоту калибровочной пластины и зажимаем после чего необходимо расположить сам корпус угломера на калибровочной пластине напоминаю что это должен быть не камень а именно сам угломер включаем удерживаем кнопку включения ждем пока он не начнет мигать наш угломер и после этого еще кратковременным нажатием мы его калибруем значение устанавливается в 14 градусов после этого можно устанавливать нож размещаем нож в зажимах предварительно его отклеили малярной лентой для того чтобы не повредить его покрытие стараемся установить клинок таким образом чтобы его прямой участок так называемый плен был параллели нашей рамки в этом случае угол у нас будет по всему ножу примерно одинаковый ширина подвода будет равномерная для заточки будем использовать двухсторонние веневские камни 150 размера начнем с камня 100 на 80 так как сильных повреждений у нас на ноже нету и чтобы быстро выйти на заусенец мы начнем как раз таки с камня 100 на 80 держатель абразива нас позволяет установить любые камни длиной до двухсотого размера устанавливаем наш вынески камень закрашиваем маркером подвод и сейчас будем попадать в угол заточки таким образом чтобы маркер у нас снялся за одно движение сейчас чуть-чуть буквально углу приподниму выставляем ограничители таким образом чтобы камень во время с точки на случайно не ушел с ножа так все маркер у меня снимается полностью можно даже включить угломер и посмотреть какой у нас угол заточки угол заточки у нас 15 градусов на сторону или же 30 градусов общий что в принципе вполне достаточно для этого ножа можно даже чуть-чуть приподнять мы как раз таки будем делать небольшой подъем угла и конечный угол заточки у нас наверно составит порядка 31 32 градусов общий протачиваю до появления заусенца с обратной стороны так как сейчас у нас сильных сколов на ножи не имеется главное выйти на равномерный заусенец который можно определить как по блику с обратной стороны перевернув нож так и провести пальцем он будет нас цеплять с интегрированным электронным угломером легко отследить угол заточки на протяжении всей режущей кромки вот давайте посмотрим у нас на пятки 15 и 5 как мы выставляли угол заточки в середине тоже 15 и 5 и ближе кончику у нас угол уже изменяется становится уже 18 и 2 18 и 3 на самом кончике но сама ширина подвода у нас остается равномерной за счет того что нож были же кончику уже меняет свое сведение то есть на пятки и на кончике сведение у ножа разное по всей режущей кромки я сейчас наблюдаю отчетливый заусенец мы меняем сторону камня на сторону 50 на 40 который у нас идет с добавлением меди и этой стороной как говорил сергей жиров можно работать с маслом давайте добавим масло на эту сторону чтобы камень работал чуть быстрее весь шлам с ножа мы уберем при помощи сухой салфетки чтобы он не мешал нашей заточки используя электронный угломер окси клуб мы сможем сейчас легко скорректировать угол заточки мы приподнимаем на 0,1 градуса у нас угол сейчас составляет 15,6 и продолжаем заточку так вот в принципе все мы риску довольно таки быстро убрали при помощи камня 50 на 40 мы будем переходить более тонкие камни сейчас это тоже веневский двухсторонний камень на связке ОСБ берем сторону 20-14 естественно работаем этой стороной с маслом убираем также шлам с ножа и по заусенцу кстати напомню что чем тоньше у нас камень тем меньше у нас заусенец потому что многие спрашивают как определить заусенец когда камни у нас уже тоньше либо бликом то есть смотрите на свет он немножко бликует естественно заусенец будет меньше либо при помощи электронного микроскопа или луга кстати тоже приподнимем угол на 0,1 так естественно чтобы не завалить наш кончик ножа придерживаем пальцем прорабатываем аккуратно и переворачиваем камень на сторону 7-5 7-5 это у нас уже будет последняя сторона собираем шлам с ножа опять так как нож у нас охотничий тонко мы его доводить не будем оставим ему микропиву и агрессию так сейчас будем дорабатывать на сухую убираем полностью весь шлам с ножа из камня под тем же углом без давления никакого давления на абразив иначе мы не проработаем режущую кромку а нам надо сейчас исправляться от заусенца так и по одному разу с каждой стороны проходимся с частым переворотом все хорошо кожа у меня с белой пастой дюолюкс все нож готов подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и вступайте в нашу группу вконтакте вконтакте